это шутка а я вам покажу на что на самом деле я ловлю рыбу и чем я ее прикармливаю вы на канале рыбалка это жизнь и сегодня я вам хотел бы рассказать о том как мы ловим и на что мы ловим ну прежде чем ловить мы всегда кормим рыбу кормим рыбу ракетой забрасываем ее как можно дальше и в том же месте и забрасываем снасти кормим горохом который мы готовим ловим обычно на 4-5 удочек две из них скользящие кормушки одна это макушатник одна убийца карася и одна снасть для дальнего заброса это шарик и два крючка ну и в этом видео я вам расскажу о том как и чем мы ловим ну начнем с убийцы карася убийца карася это внизу я ставлю кормушку фиберную сверху идет пружинка на пружинку крючок с коротким поводком на крючок одевается червяк опарыш кашу которую я забиваю в прикормку кормушку делаю дома салопилку дальше на кормушку на пружину идет собственного изготовления мастырка мастырка гороховая так как мы кормим горохом ловим на горох то лучше всего подходит мастырка гороховая вот забиваю кашкой и все готовая снасть которую можно забрасывать но это в основном только так на картинке а на самом деле видите когда карась клюет когда карася ты поймал на червячка то червячок этот лучше не выбрасывать а на вот этот кусочек червячка да добавить туда опарыша свеженького и будет само то карась этого дела очень любят и видите вот эта снасть убийца карася она с одной пружиной почему одна пружина это снасть принципе подходит больше весной когда надо один крючок и одна удочка бутерброд червяк и опарыш очень даже хорошо подходит для ловли карася лица карася на и предназначены для того чтобы карася ловить набиваем кормушку прикормку на саму пружинку мастырочку все готовая снасть а вот это вариант уже лет летний вариант убийцы карася тут я вместо одной пружины ставлю две пружины две пружины на них опять же мастырка идет гороховая а на крючок на крючок уже вместо червяка и опарыша ставлю гранулу и потом ставлю сало почему именно гранулу потому что начинает летовать рак и в это время червяк и опарыш жираются мгновенно не видно ни поклевки никакой вытаскиваешь все уже пустое ну а гранулы в это время идут медовые потом анис клубника слива сладкие гранулы идут какой и оставлю какое сало туда я ставлю ставлю обыкновенное сало просто соленое или делаю специально состав такой что анис плюс валерьянка настаиваю в баночке это сало и потом кусочками надеваю уже на снасть из-за того что много травы перед снастью ставлю крыло крыло помогает вытаскивать особенно ночью карася подлещика леща через траву но поднимает снасть над травой и вытаскивает его легко и свободно в это время еще можно на крючки цеплять силиконовую кукурузу вот вытаскиваю снасть и как видите на крючках тут есть и червяк но и сало червяк как только попадает воду мгновенно сбивает рак а вот напарник вытаскивает на сало классного подлещика это шутка наших рыбаков такое мы конечно не приветствуем это дурость но и заливать коньяком карпа и дальше кормить его салом и после этого дела отпускать это это издевательство над рыбой мы же в свое время просто лом мелкого када карпика отцепляем и отпускаем пусть живет и растет не надо издеваться над рыбой надо к рыбе относиться с уважением скользящая кормушка ну я про нее много уже и видео делал и рассказывал как сама что почему зачем кормушка очень очень эффективная снасть как она делается это же не раз рассказывал два крючка один крючок внизу один крючок выше на крючок одеваем горох забиваем кормушку смесью салапиевской смесь вместе с горохом и она вымывая вымываясь на течение дает дорожку и подходит карп и берет на горох когда карп стоит очень далеко мы применяем вот эту снасть это снасть шарик скользящий крючок внизу после шарика и крючок сверху на крючке цепляется по горошине этот снасть позволяет далеко забросить и также она неплохо держит дно на эту снасть мы первоначально даже рыбачили до того момента пока не начали рыбачить на кормушку еще дополнительно мы ставили туда пружинку для привлечения карпа ну в последнее время я от пружинки даже отказался вот просто идет шарик дальше поводок макушатник макушатник мы применяем вечером когда рыба подходит к берегу тяжело перезабрасывать десятки раз потому что не видно куда ты бросаешь поэтому бросаем макушатники недалеко от берега ну бывают такие рыбалки когда макушатник просто спасает всю рыбалку для того чтобы макушатник быстрее выносился из воды я туда еще ставлю крыло в основном мы применяем кукурузную макуху с очень различными запахами летом это запахи идут сладкие весной и осенью это чеснок конопля ну и конечно же семечковая макуха в основном это новоодеская отлично себя зарекомендовала силиконовая кукуруза лучше всего работал анис кукуруза клубника слива иногда макушатники могут сделать рыбалку в данном случае это как раз тот вариант когда вся рыбалка произошла только на макушатники единственное что вся макуха которую мы ловили была кукурузной макухой отличалась она только по цвету и по запаху мы экспериментировали эксперименты дали свои результаты все тут друзья будьте здоровы и хвоста не чешуи